Между тем, у самих страховых компаний наступили нелёгкие времена. Ещё одна страховая компания, МСК, закрыла офисы в Красноярске. Сейчас в нашем городе работает лишь одно отделение по урегулированию убытков. Правда, в феврале следующего года работу прекратит и оно. Почему крупная московская страховая компания закрывает свои отделения, выясняла Екатерина Самохвалова. В Красноярске всё чаще стали закрываться страховые компании. Весной этого года закрылось будто страхование. А уже через несколько месяцев начали закрываться офисы МСК. Отделение московской страховой компании есть практически во всех городах России. В Красноярске работало около 30 офисов. Все они закрылись 1 августа. А в феврале следующего года прекратит работу и отдел урегулирования убытков. Сейчас здесь производят выплаты тем, кто уже был застрахован в МСК. Все действующие договора будут обслуживаться до окончания последнего договора. Если у кого-то есть такие добровольные виды страхования, которые на несколько лет, всё будет урегулироваться централизованно в городе Москве. Адалет Халимов считает, что закрытие отделений в Красноярске связано с новыми поправками в ОСАГО. Страхование автомобиля – одна из самых популярных услуг. Теперь при ДТП двух участников с полисом ОСАГО за выплаты необходимо будет обращаться только в свою страховую компанию. Повышается и сумма выплат. Раньше была до 25 тысяч рублей, теперь до 50. А с 1 октября увеличится и лимит выплат при ДТП, где пострадало несколько транспортных средств. Раньше максимальная сумма была 160 тысяч рублей на всех пострадавших. Теперь её увеличили до 400 тысяч, причём каждому. Ну, естественно, все компании будут в убытках, потому что это нереальность. Даже сами ездите, сами видите в Красноярске, как на швейх. Водители ездят, если каждому по 400 тысяч выплатить, это уже от одной аварии. Если 5 машин, это 2 миллиона. Подобные поправки в ОСАГО в первую очередь выгодны для водителей. Так считает Валерий Ревкотц, который когда-то возглавлял Сибирскую ассоциацию страховщиков нашего края. Тот, кто не справится с теми обязательствами, которые прописаны теперь в правовом документе, они вынуждены будут вообще платить большие штрафы и неустойки. Да, и в том числе за просрочку выплат положим, за отказ в страховании и так далее. Раньше это делали свободно, навязывали дополнительные услуги и так далее. Сейчас государство решило помочь людям и с этим будет бороться. Сейчас в Красноярске работает несколько десятков компаний, которые занимаются автострахованием. Не исключено, что многие из них не смогут справиться с новыми правилами игры и просто закроются. Екатерина Самохвалова, Олег Голубин, Афонтова, Новости.